Дамы и господа, Тефаль снова думает о нас, поэтому выпустила на рынок новую модель мультиварки серии РК-81. Упаковка красочная, сама мультиварка выглядит очень добротно. Современный дизайн выполнен на высоком уровне. Помимо основного агрегата, в коробке мы обнаружили половник, ложку для помешивания, мерный стаканчик, шнур питания и контейнер для варки на пару. Была там и красочная книжка, рецептов на 80, не меньше. Ручку для переноски мы нашли очень удобной. Окошко-лиминатор, кнопка открытия крышки и, конечно, панель управления. А это клапан выпуска пара. Руки во время готовки, не подставляйте. Внутри находятся чаши с делениями и съемная крышка. Хорошо известно, что в мультиварках решающую роль играет чаша. Здесь она многослойная, с антипригарным покрытием, да еще в старинных русских традициях. Выполнена в виде горшочка, что способствует более правильному распределению тепла. Дно имеет сферическую форму, поэтому и нагреватель тоже сферический. А в центре нагревателя расположен датчик, контролирующий все тепловые процессы. Нагреватель и дно чаши должны быть безупречно чистыми, во избежание подгораний и неприятных запахов. Остановимся на делениях. Сколько вы всыпали мерных стаканчиков, например, крупы или риса, до такого уровня и в воду наливайте. Два, значит уровень здесь 10 стаканчиков. Тогда здесь. Выше 10 уровня старайтесь продукты вообще не накладывать. Чаша сидеть должна плотно, поэтому для надежности делаем вот так. Перейдем к управлению. Оно простое и понятное, но не без замечаний. Видим известный всем значок включение питания. На самом деле это кнопка старт, начал готовки. А эта кнопка отложенного старта. Кнопкой время температура входим в режим изменения времени и температура готовки. А этой стрелкой как раз и меняем параметры. Это основная кнопка начинающих пользователей. Отменяет все их ошибочные действия. Но это только раз. Включает подогрев холодных блюд. Два. Отключает переход в поддержание тепла после окончания готовки. Три. На надписях производители тут явно сэкономили. Эта кнопка навигатор по меню и заодно отключает звуковые сигналы. У кнопки ручного режима тоже куча всяких действий. Этой стрелкой меняем параметры, но уже по убыванию. Смотрите дальше нашу инструкцию, не пожалеете. А пока чайная пауза. Вот первые пять режимов меню. От остальных они отличаются тем, что можно выбрать тип продукта. А здесь остальная часть. Выбор огромен. Теперь индикаторы. Включен ручной режим. Включен отложенный старт. На дисплее температура. На дисплее время готовки. А это информационное табло. При включении мультиварки в розетку загораются все лампочки. Можно оценить их исправность. Навигация по меню очень простая. Кнопка меню выбрали, например, режим пароварки. Потом кнопками и стрелками выбираем тип продукта. Остановились на мясе. Проходим все меню до конца. На дисплее каждый раз мы видим время, которое предлагает нам мультиварка, исходя из собственного интеллекта. Жалко, но здесь нельзя ходить назад. Только вперед. Не проскочите свою остановку. Почти во всех режимах, кроме двух, можно не согласиться с мультиваркой и выбрать собственное время готовки. Так по умолчанию. Запекание рыбы отводится 20 минут. Нажали один раз. Заморгало время. Теперь его можно поменять кнопками, стрелками. Оставляем 40 минут и старт. Готовка началась. А вот в двух режимах рис крупы и плов ризотто на дисплее пустота. Время определяет сама мультиварка. Ваша задача здесь налить в чашу воды строго в соответствии с количеством мерных стаканчиков. Вспомнили начало ролика? Теперь попытаемся поменять предлагаемую по умолчанию температуру готовки. Варим овощной суп. Легко поменяли время на 50 минут. Жмем еще раз кнопку время температура, чтобы войти в режим изменения температуры. Никакой реакции. Тот же результат будет и в меню пароварка. Помните, кипение воды здесь контролирует автоматика. В нижнем же меню температура не меняется вообще нигде, кроме десерта. Вот, например, каша. Время поменяли легко, а температуру нет автоматика. Но давайте все же поменяем температуру. Например, для десерта. Поменяли время. Жмем кнопку время температура и входим в режим изменения температуры моргает. Предлагает по умолчанию 160 градусов. Помните, мультиварка разрешит изменения только в разумных для этого режима пределах. Меняем 160 на 120. Не забывайте нажимать старт для начала готовки. Итак, температуру готовки можно поменять в запекании, тушении, жарке, десерте и ручном режиме. Больше нигде. У нашей мультиварки есть замечательная возможность менять параметры прямо во время готовки. Вот идет готовка. До конца 50 минут. Ничего не выключаем. Ничего не отменяем. Просто нажимаем кнопку время температура и изменяем 50 на 40 минут. Еще раз нажимаем. Меняем 120 градусов на 100. В этом случае даже на старт не надо жать. Готовка продолжится сама, но с новыми параметрами. А на дисплее вы будете видеть время до окончания процесса. Еще пример. Запекаем рыбу. Осталось 19 минут. Захотели продлить готовку, но при меньшей температуре. Продляем до 25 минут и ставим 120 градусов. Не всякая мультиварка на такое способна. Во многих режимах по окончанию готовки мультиварка перейдет в поддержание тепла. Это примерно 75 градусов. Набирается лампочка и включается отчет времени. Исключение составляют режимы, где этот переход вреден для продукта. Отключать подогрев придется вручную. Но можно и отключить этот переход в режим поддержания тепла. Перед стартом держим кнопку отмена до сигнала. Обратно в том же порядке. А вот если хотите отключить звуковые сигналы, то держите кнопку меню. Включайте их также. У замечательной кнопки отмены всех действий есть еще функция. Подогрев холодных блюд. Просто одно нажатие и ваше блюдо будет разогрета до тех же 75 градусов. А дисплей будет считать время. А время это энергия. Нажали повторно. Отключили. Разберемся с отложенным стартом. Варим мясной суп. Соглашаемся. Будем варить час. Жмем отложенный старт. Индикатор загорелся. Устанавливаем 3 часа и 45 минут. Старт. Через это время суп будет уже готов. А вариться начнет. Через 2 часа и 45 минут. Отчет пошел. А так проверяем установленную нами продолжительность непосредственно варки супа. 1 час. Варку макарон, пельменей и подобных продуктов, которые надо класть в кипящую воду, лучше производить в режиме паста. Этот режим имеет некоторую особенность. Налили воду. Установили паста. И 8 минут стартуем. Вода закипела. Мультиварка пропищала. Открываем. Бросаем. Закрываем. И обязательно снова стартуем. Обратный отчет готовки пошел. Теперь ручной режим. Как видите, ни одно из меню не горит. По умолчанию 30 минут. Легко меняем на 45. Температура по умолчанию 100. Меняем на 70. Стартуем. Ручным он называется. Так как в данном случае не связан ни с одним меню. Вторая функция здесь. Сохранение в памяти предыдущего режима. Отменяем. А при повторе опять включаются предыдущие. Но и это не все. Можем и к любому меню подключиться. Тушим овощи. Даем свои настройки. Стартуем. Настройки эти запомнятся. И в следующий раз в ручном режиме повторятся. Теперь внимание. Этого нет в инструкции пользователя. Для стирания памяти и перехода обратно в чисто ручной режим. Нужно подержать кнопку ручной режим. У многих возникает вопрос. Зачем в меню разогрев? Если есть кнопка подогрев. Отвечаем. Во-первых, разогрев идет до 100 градусов. А не до 75. Во-вторых, здесь можно установить время разогрева. И в-третьих, на этот режим распространяется отложенный старт. К сожалению, наша мультиварка может ждать электричества только 2 секунды. При более долгом перерыве процесс готовки прервется. Уход за мультиваркой. Мультиварку протирайте мягкой тряпочкой, собирая всю разлившуюся жидкость. Перед чисткой обязательно отключите прибор от сети. Особое внимание в чистоте нагревательного элемента и донышко чаши. Здесь есть съемная крышка. И для мытья снимайте ее, нажав на защелки. Возвращаете аналогично. Сначала вниз, потом щелкаете вверх. Под крышкой находится паровой клапан. Вынимаете его и раскручиваете, чтобы помыть. Снова закручиваете и вставляете на место. Но так, чтобы этот выступ был справа. Мыть все, кроме самого прибора, можно в посудомоечной машине. Нам мультиварка понравилась и вам советую. Лучшие советы со всего света. Видеосоветы.ру